Без использования иностранных технологий и комплектующих современному алмазному производству не быть. Эту гипотезу пытаются опровергнуть в Алроса. С 2014 года в стране внедряется программа импортозамещения. Промышленная политика также направлена на поддержку отечественного производителя и контроль качества выпускаемой продукции. Насколько успешно меняют иностранное оборудование на отечественное в компании Алроса, расскажет Наталья Николаева. Обмен опытом, изучение рынка производителей, выбор поставщиков оборудования, Разработчики средств автоматизации презентовали продукцию в Центре подготовки кадров Алроса. Ключевая тема – импортозамещение. 20 изготовителей рассказали о новинках отечественного и иностранного производства, программно-технических комплексах, средствах технологической связи и контрольно-измерительных приборах. Положительный опыт именно в импортозамещении, безусловно, имеется. Конечно, вновь строящиеся предприятия и объекты, техперевооружаемые, то, что на замену изношенного мы приобретаем, конечно, мы, прежде всего, руководствуясь вот этой самой технической политикой и находим замену импортному оборудованию. Конечно, далеко не всегда удается это сделать и далеко не всегда целесообразно это делать, потому как уже есть такие системы, там, где просто невозможно замена. Она уже существует, мы ее эксплуатируем и будем эксплуатировать до тех пор, пока она не износится. И только после этого можно будет производить замену. За два с лишним года с момента введения санкций алмазодобывающая компания значительно преуспела в импортозамещении. Яркий пример – совместный проект «Алроса» и «Тонар» – автопоиск грузоподъемностью 130 тонн – поступил в удачинский комбинат для освоения верхней муны. Другие поставщики компании размещают производство на территории России. Многие, кстати, производители импортного оборудования иностранного, ну, вот такие известные фирмы, как «Аторпиллер», «Камацу», там, другие, они размещают свое производство на территории России. И уже вот эти фирмы, которые я сказал, уже производят свое оборудование, ну, с теми же марками, которые мы привыкли считать иностранными, но, тем не менее, оно считается уже российское, да. Меняется и география поставщиков оборудования, кроме России, в приоритете страны Евразийского Союза и Белоруссия. В части оборудования, значит, ведется целевая работа, которая определяет прежде всего на стадии формирования плана, оборудование подлежит импортозамещению или, ну, возможно, его импортозамещение на отечественные аналоги с такими же техническими характеристиками, с такими же эксплуатационными характеристиками и экономическими, или нет. Легче всего приходится автопарку компании. Программа на предприятиях осваивается давно. Импортные машины приходят в малом количестве, и то только для тех переделов, где отечественная техника пока отстает. У нас и раньше-то не было особо импортной техники, но в последнее время наша основная техника – это автомобили КАМАЗ, различных форм модификаций, назначений, грузоподъемности и так далее. Это автомобили фирмы ГАЗ, это автобусы отечественного производства ПАЗы и НЕФАЗы, это технологический транспорт БЕЛАЗы наши, то есть вся та техника, которая производится на территории или России, ну, или бывшего Советского Союза, ну, как такого, как БЕЛАЗ. Объем российской техники в компании будет увеличиваться с каждым годом. В дальнейшем это позволит Алроса стать независимой от иностранных производителей. Наталья Николаева, Тимур Ширыжик, Алексей Меркурин, телеканал «Алмазный край».